Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии гость, которому просто не терпится представиться. Представьтесь. Меня зовут Лена Свидарский. Отлично. Вы откуда-то приехали? Ну, оригинал, я из Украины. Так. А здесь я живу в Fairfield. Так чего? Ну, значит, я закончила ваш курс в июле этого года. Так. И так как я живу далеко, я не могла никак сделать, я сдала экзамены, все, но я не смогла клиренс никак переназначить. Вот. Но я за это время решила, я буду начинать поиск работы, и я это сделала, и я нашла работу, и я 13 ноября выхожу на работу. Помилуйте, так? Да. Через две недели? Ну, да. Ну, ручку позолотили вам? В смысле? Не обидели денежкой? Нет, хорошо. Так работа где? В Велсфарго. Нет, нет, где работа с точки зрения географии? В Сан-Леандро. В Сан-Леандро. Это вам не так далеко, правда? Нет, не так далеко. У меня очень комфортный подъезд. Час, но там хороший трафик. А сложно работу искать, вот расскажите? Сколько вы были на рынке? Получается, два месяца. Ровно два месяца. Интервью много было? Нет, немного. В основном были интервью по телефону, но было очень много звонков от рекрутеров. А фейс-то-фейс живьем? Нет, у меня было, наверное, всего два интервью фейс-то-фейс. То есть, все-таки, за два месяца у вас было всего два интервью. То есть, не так просто интервью получилось? Не так просто, нет. Потому что перейти через рекрутера к уже реальному интервью – это какой-то большой шаг. Хорошо. Ну, в следующий раз будет проще. Когда у человека опыт появляется, он становится сам по себе как бы таким фактором. Люди, которые там по 10-15 лет работают, их вообще нельзя слушать, как работу искать. Потому что они рассказывают как надо, ему как надо искать, как он находит. А для начинающего это не работает. Хотя они совершенно в другом мире живут. Значит, друзья, я что знаю, что вот там, в этой сумочке, есть какой-то подарок. Да. И про этот подарок сказано, что такого вот нам еще не дарили. Это для вашей коллекции. Потому что я знаю, у вас есть замечательная коллекция головных уборов. Есть. Так, точно, что он тяжелый. Типа каски. Почти, да. Так, я чувствую, что вес там какой-то. А что это у вас за скатерка такая? Я завернула, потому что оно все в масле. Боже, а чего в масле? Это рыцарский шлем. Так. Значит, это та реплика. Постойте, он в масле? Не мять, да. То есть надевать его не стоит? Ну, лучше не надо, да. Ну, можно, в принципе. Я просто его попросила. Значит, я купила у моего сына, у него коллекция, он увлекается средневековьем. Так. Мечи, костюмы, шлемы, вот это вот все. Эти вот кольчуги у него, и на голову кольчуги, и на тело все короче. Это он что, с Украины так все увлекается? Ну, мы начали в Украине увлекаться, да, а здесь уже больше возможностей. Может, вы там курганы какие-нибудь скипские раскатывали? Я ему говорю, иди в археологи, я тебе расскажу. Ну, так это винтик, вот я вижу винтик. Да, это сделано сейчас, но это реплика немецкого шлема 15 век. Ага, это уже после там Ладожского озера? Наверно, да. Так, хорошо. Слушайте, он пахнет маслицем, я чувствую. Да, я вам, кстати, и маслица тоже принесла, потому что если вы... А в чем смысл маслицы? Значит, если вы дотрагиваетесь где-то руками, потом там может ржавчина со временем появиться. Да вы что? Поэтому надо... Это чистая сталь. Надо протереть тряпочкой. И потом взбрызнуть вот этим вот средством. Так. И немножко тоже его втереть. Знаете что, возьмите на камеру, я понимаю, что это может быть непросто, но вот, в общем, пытайтесь навести на меня. Так. Вот так наводите на меня. Так, ага. Ну, друзья, я сейчас... Тут внутри черное. Я хотел показать, там внутри черное. Ну, я не знаю, насчет размеров еще. Знаете, бывает... О! Довольно большое. Это шикарное. А то мне тоже давали... Дарили такую... Ой... А где? Вот так, что ли? Да. Вот это для зрения. Они обычно носили их открытыми, закрывали только во время боя. Да. Еще у них были на одежде, значит, они нижняя часть... Она не держится там. Нет, она так... Она должна, конечно. Вы знаете, что я чувствую где масло? Маслом оно снаружи намазано. Внутри у него хорошо. Так. Ну что, друзья, так сказать, с рыцарским привет. Вот. Ой. Я надеюсь, такого у вас еще нет, правда? Вы знаете, что? Такого нет. У нас был один... У нас был один... Спасибо. Угу. Он на меня очень плохо нализал. Ага. Такой он, знаете, типа богатыря, такой богатырский такой был. Вот на носу тут у него что-то было. Вот. И... Но он на меня очень тяжело находил, нализал. И я, в общем, его какому-то ребенку подарил. Вот. Чтобы... А то, знаешь, я что думаю, как-нибудь оденешь, а потом не снять. Ну да. Ну что же. Хорошо. Я тогда назначаю вас представителем портнов компьютер скул, значит, по банку. Окей. Вот. И... Согласна. По Wells Fargo банку. Но это контракт. Да. Это контракт на 6 месяцев с возможностью extension up to 18 months. До 18 месяцев. Ну, хорошо. Я вам скажу так. Не зависите от них. Поработайте полгодика, может быть, и дальше там ищите. Да. Вообще, как мы учим, когда нужно двигать новую работу искать? Какой критерий? Когда уже знаешь все на этом месте и надо новые skills осваивать. Ну да. Я это формулирую так, что если полгода прошло и ты не чувствуешь, что есть чего еще учить, да? Да. Как-то роста нет. Валить надо, конечно. Ну что же. Хорошо. Поздравляем. Спасибо. И что вы скажете людям, которые смотрят нас и думают, может быть, когда-то пойти поучиться, может быть, что-то... У вас какое образование? Значит, у меня из дома, из Украины я экономист. Железнодорожный институт заканчивала в Харькове и работала на железной дороге в Житомирской области дома у себя. Экономистом. По специальности. А вот я извиняюсь, железная дорога. Даже вот если экономист и женщина. Там есть такое шумат-перемат вокруг? Ну, это же железная дорога. Ну, то есть, привыкаешь. Да, это как бы оно. Так, да. Так. Потом, когда я сюда приехала, ну да, судьба меня привела в Силиконовую долину. Я решила, что надо пробовать программистом стать. Потому что если бы в Голливуд, я бы пошла в актрисы. Так. А так как в Силиконовую долину я решила. Так как давно вы здесь? Пять лет. Ну, это я шучу, конечно. Я просто всегда, мне казалось программистом, страшно умные люди. Я хотела вот где-то в эту область пойти. А тут такая возможность. Я пошла учиться в колледж. Значит, у меня первая работа была в Apple. Простая, но в Apple. Чего делала? Тестировала. Да потому что. Тестировала iPad'ы и iPad'ы mini. Ага. Ну, очень там simple, очень примитивный уровень. Ага. Потом я пошла в колледж. То есть, железки тестировала? Нет, софтвер и переустанавливала операционная система. Ага. Потом, значит, пошла в колледж, начала веб-девелопмент учить. Очень понравилось. Пошла, еще в программирование попыталась ехать. Это тяжело. Не осилило. Веб-девелопмент хорошо. Мне дизайн, веб-девелопмент все понравилось. Но это настолько долго. А у меня возраст. Дети растут. Детям в колледж уже пора. Я вот смотрю, что я пять лет и я не могу никак выбраться из вот этого, знаете, минимальных зарплат. Выше 12 долларов в час невозможно никак выбраться. У нас на канале мы это называем союз печать. Да. Это я узнала недавно. Это называется immigration poverty. Это бедность, иммигрантская бедность. Один из видов бедности. И вот, значит, когда я пришла в эту школу, эта школа мне дала возможность за четыре месяца, за три месяца освоить навыки новые и через два месяца после окончания найти работу. Постойте, но вы ходили на практику или не пошли? Нет, я на практику не ходила. То есть вы даже не дошли до интерншипа? Не дошла. И вот еще один важный момент, который я хотела бы сказать. Я работу искала строго по вашим рекомендациям, по вот этим советам, которые вы нам давали в классе. Я выписала себе набор, купила борт, написала себе название job search ресурсов. И вот каждое утро, я разместила везде свое резюме, профайл заполнила. И каждое утро я шла по каждому вот этому и обновляла, обновляла, обновляла и оплавилась. Где можно? Оплавилась, оплавилась, оплавилась. А вот скажите так, вот допустим когда-то уже недельку, может быть две на рынке. Ну вот рекрутеры звонят, 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 звонят. Одни вообще непонятно чего звонят, другие относительно по делу звонят. Можно сказать, что вопросы, которые они задают, через неделю, через две практически не задают новых вопросов. То есть как бы это в общем-то становится легко с ними говорить. Примерно одно и то же спрашиваю, да. Вот. Но единственное с чем я лично столкнулась, очень много требуется automation, чего я пока не имею уверенности, что я могу сделать. Тем более им всем нужен experience. Вот. Поэтому я начала с какого-то момента им говорить, что я учила, но не работала с этим делом. И сработал у меня, сработало мое резюме на Craigslist, там где я mentioned, я указала перед резюме, что я еще работала. на работу manual testing. И мне поэтому резюме позвонили. Вот так эта работа нашлась. Ну да. А как мы учим отвечать на вопрос, как у нас с automation? Я как учу? Я не помню. Ага, все, говорит. А я учу, говорит, конечно, о чем разговор. Давай интервью посмотрим, поговорим. И если им действительно нужно automation, вас просто не позовут, менеджер не позовет. А если позовут, значит оно им и не нужно. Окей. Ну а там обычно они звонят и сразу присылают мне на e-mail описание работы, и там обычно в title работы написано automation или не написано automation, если не написано. Ваше дело пробиваться через рекрутеров. И не давать им возможности решать, годитесь вы или нет. Рекрутер не компетентен. Компетентен только менеджер. Из там 25 фишек, которые они написали, может быть, 3-4 являются необходимыми, а все остальное так. Поэтому недостаточно написать, там нужна автоматизация, чтобы действительно позиция требовала автоматизации. Поэтому я говорю так, ну скажем, если 80% там мест, где написано, что нужна автоматизация, это все неправда, то соответственно, когда вы говорите, конечно, справимся и все такое, вы на 80% правы. Вот. Но самое главное, что риска никакого нет. И ваша задача, когда вы говорите с рекрутером, сделать так, чтобы ему хотелось ваше резюмо послать. Вот. И вот и все. Это как вот, ну, как сказать, как девушке голову морочить. Я не знаю, как девушке голову морочить. Ну, это я понимаю, мальчики знают. Вот. Значит. А то вы... Я знаю, как мальчикам голову морочить. А, то есть есть такое. Ну, вот то же самое. То же самое. Ну, хорошо. Давайте мы вам пожелаем успехов. Спасибо. И вам большое спасибо за то, что вы такую возможность даете людям. А вы наш канал смотрите? Обязательно. Какие вас темы интересуют? Ну, мне нравятся темы про Америку. Вот вы недавно были в Вирджинии. Я смотрела, почти все видео посмотрела. Просто интересно, я никогда не была в других штатах пока что. Интересно смотреть, как в других это все выглядит. Понятно. То есть вас про Америку интересует? Я люблю эту страну. Хорошо. Все. Машем всем ручкой говорим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok